Вот так лучше? Ну, теперь действительно всем привет. Мы, в принципе, готовы начать. Вообще, в этот раз мы долго думали, стоит организовывать митап или нет, потому что лето, июль, жара, люди поехали по отпускам, другие компании, в принципе, особо ничего не устраивают, но потом подумали, в принципе, пофиг, давайте попробуем. Ну, в конце концов, что еще можно делать вечером в среду, кроме как прийти в Рамблер, поесть пиццу, послушать доклады, сходить на отличное автопати, про это еще подробнее расскажу потом. Ну, в общем, запланировали, устроили, и сегодня днем сидим, готовимся, вдруг идет дождь. Ну, все, налили какао, завернулись в пледы, думаем, все, люди не придут. Поэтому, ребят, спасибо, что вы забили на погоду на улице, пришли к нам, это очень круто. Как я уже и сказал, да, у нас сегодня будет автопати. Мы договорились с баром бумага, который находится здесь буквально в трех минутах ходьбы, поэтому все, кто захочет, может к нам присоединиться после мероприятия. Вторая новость. Мы, наконец-то, подготовили свой мерч. Вы можете подойти к этому столу и взять крутые наклейки. Там такой же логотип у Трамблера, как был на первой заставке. И, что еще круче, мы сделали футболки. И мы их будем разыгрывать совсем-совсем скоро вместе с лицензиями на разный софт. Вторая новость. Нет, уже, наверное, третья. Вот сегодняшний метап — это не первое техническое событие, которое мы в этом месяце проводим. Совместно с вышкой мы организовали хакатон для студентов. Он проходил четыре дня. Ребята из нашей команды под руководством Саши Сычева менторили их, рассказывали про разные крутые технологии, про Apple TV, QR-кит, куча чего еще. Ребята за четыре дня успели сделать несколько интересных проектов. На первом месте команда, которая написала самоучитель игры на гитаре. В общем, в чем суть? Берете в руку гитару. Вот гриф, наверное, вот так влево лежит. Я просто не играл, не знаю. Потом Apple Watch поворачивается на запястье. Там запускаются аккорды. Ты смотришь на часы, видишь аккорды и пытаешься их наиграть. Параллельно с этим еще метроном с вибрацией и какие-то другие штуки. Второе место получила команда, которая написала клиент для игры в мафию для Apple TV. То есть собирается какая-то компания, включает Apple TV, теле говорит, когда им засыпать, когда просыпаться, ведет голосование и все такое. Ребята запилили клиенты под iOS, под Android, Apple TV, сервис какой-то промежуточный и вышло клево. Третья команда делала приложение «Конструктор городских квестов». В принципе, самое интересное здесь то, что Стас Сыганов заставил их сделать то, что никто не делает на Хакатоне. Они реально нормальную архитектуру запилили в этом приложении. Ну, без вайпера было на самом деле, но сервисы и все такое получилось клево. И последнее место заняли ребята, которые подготовили приложение с такими напоминаниями для тех, кто постоянно опаздывает. То есть кидаешь напоминалку себе, что ты должен быть в Рамблере в 7 часов вечера. И приложение на основе данных о пробках умеет рассчитать, во сколько времени тебе нужно выйти. В общем, получилось круто. Формат мероприятия нам понравился. И на самом деле мы думаем над тем, чтобы когда-нибудь позже попробовать провести что-то подобное, но уже открытое для всех. Ну, еще новость, которая до вас, возможно, уже успела дойти. Мы написали такую штуку, как плейбук. Это открытый репозиторий, который содержит кучу информации о нашей команде, о том, какие проекты мы делаем, как мы их делаем, как нам попасть, в какие бары мы ходим, в всяких наших рабочих процессах. То есть заходите, почитайте, там на самом деле много интересного, а в Ишисах можно спрашивать, ну, в принципе, что угодно. Ну, к делу. Из чего сегодня состоит наш митап? Вообще тема интернет-платежей в мобильном приложении — это то, с чем может столкнуться в любой момент любой разработчик. Есть вот дефолтная история, с которой я всегда, ну, часто начинаю свои выступления. Это сидит разработчик, прогает, вдруг прибегает менеджер и такой, «Эй, парень, в этот раз давай запилим оплату в приложении. И еще данные кредитки давай-ка сохраняю себя на клиенте». Так вот, Саша и Леша Сычевы — это люди, у которых есть просто огромный опыт работы в сфере платежных систем. Они подготовили крутой сдвоенный доклад, который, ну, по сути, предоставляет всю необходимую информацию для того, чтобы действительно реализовать эту фичу, рассказать менеджеру, как ее делать, какие есть опции, с чем можно столкнуться. Как раз-таки первым выступает Леша Сычев. Он расскажет про теорию платежей, про то, с какими проблемами можно столкнуться, как это работает. Следом за ним выступает Саша Сычев. Его доклад уже носит более такой прикладной характер, и он расскажет, какие опции вообще для интернет-платежей есть у iOS-разработчика. Затем мы пробуем новый для себя формат — это TechTalks. Вот видите вот эти четыре вайтборда. Вот после второго доклада около каждого из этих вайтбордов будет стоять человек вот в такой футболке. Он не будет вам ничего продавать, но он будет готов похолеварить с вами на темы Viper, сервисная архитектура, инструменты, которые мы написали на Shopen Source, и рабочие процессы. То есть подходите, общаетесь, ребята проводят мини-лекции, спорят и все такое. И последним выступает Андрей Рязанов, человек, руководивший перезапуском мобильной афиши. И на основе этого опыта и довольно большого предыдущего он расскажет о том, как вообще, по его мнению, надо правильно строить архитектуру табличных интерфейсов. Кроме того, как я и сказал, потом для сильных духов мы идем на автопати. И теперь, ребят, буквально на секунду, отключите отблок, мы ищем людей. Сейчас мы нанимаем разработчиков на такие проекты, как лента и рамблер касса. У нас действительно круто, вы об этом, наверное, уже слышали. Если не слышали, об этом готов рассказать вам я или наш рекультур Оля. Оля сидит вон там, поэтому в перерывах подходите, пообщаемся. И перед тем, как начать, еще буквально пару слов. Хочу выразить большое спасибо за помощь в организации конференции, во-первых, нашим докладчикам, Саше Леши Сычеву, Андрею Рязанову, ведущим секции, Стасу Цыганову, Сергею Крапивинскому, Смалю Вадиму и Бену Саркисяну, Глебу Новику, который очень сильно помогает и практически взял на себя организацию конференции, Лене Левочкиной, которая помогает нам со стороны HR, ребятам из эксплуатации. Большое спасибо Игорь, Саше. Игоря не вижу. Также спасибо Иоване Поповой, нашему SMM-мастеру, Сергею Симонову, просто божественному дизайнеру, который, не знаю зачем, помогает нам рисовать всякие штуки типа того сплэша и вот этих футболок, которые вы видели. И самое главное, спасибо нашим спонсорам, дайджестам БЛТ за информационную поддержку, подписывайтесь на них. И компаниям, компаниям, компаниям по, Kyoto, JetBrains и XK, XK72, ну короче, чертс ребята сделали и как-то так называются. В общем, да, всем еще раз спасибо и мы готовы начать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!